Все выступающие подчеркивают, пока никаких решений, только планы. После окончания чемпионата мира Анапа получит два футбольных поля мирового уровня с натуральным газоном. Площадку в Витязево намерены закрепить за школой Олимпийского резерва номер один, стадион в Анапской за детско-юношеской спортивной школой номер семь. Одна из главных задач – использовать их максимально эффективно. Для ухода за живым газоном необходимы специалисты, поэтому объекты должны окупать свое содержание. Как правильно его там назовут, управляющий, директор этого стадиона Олимпийского резерва, он обязательно должен быть спортсменом и менеджером. На этих полях просто так, на них надо обязательно будет что-то зарабатывать, чтобы как-то нам это все сохранять, чтобы все имели понимание. По словам специалистов, живой газон для профессионалов. Он рассчитан не более чем на одну игру в день. Трава должна восстанавливаться. Можно будет проводить сборы футбольных команд, игры краевого значения. Уже сегодня в Анапе регулярно проходит всероссийский детский турнир «Кожаный мяч». Кроме того, в городе-курорте есть свой футбольный клуб. Профессиональное поле позволит растить мастеров, однако футболом в спортивных школах уже занимаются более полутора тысяч ребят. Такой нагрузки живые газоны не выдержат. Есть предложение после окончания чемпионата хотя бы одно покрытие заменить на искусственное. Это окупится снижением затрат на эксплуатацию. Поиски оптимального решения продолжат. А сегодня основная задача вместе со всей Россией – обеспечить проведение чемпионата мира. С 1 марта в Анапе начнут обучать волонтеров. Специальные программы предоставил Ростуризм. Также нужно оформить город и подготовить инфраструктуру. Поставленная задача, есть постановление правительства от 2016 года о том, чтобы ценовая политика по размещению больщиков, болельщиков и приемных не превышала 2200 рублей на одного человека. Это постановление правительства. Мы должны выполнить любой ценой. И вчера как раз я на видео-селекторе с руководителем Ростуризма ставилась такая задача всем муниципалитетам, принимающим городам. Тренировочные площадки сдадут весной этого года. В Витязево расположится сборная Дании. Сейчас представители команды обсуждают детали, начиная от установки тренажеров, заканчивая созданием общей атмосферы, которая позволит команде готовиться к играм чемпионата мира. Место в Анапской пока вакантно, но желающие могут появиться после большого семинара. Представители команд-участниц, который пройдет в ближайшее время в Сочи. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.